День в день, час в час, минута в минуту, радио Добро пожаловаться Дарматев В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что Накоммунальные вопросы Очень сложные вопросы, это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос, у меня было без господина Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем доброе утро или добрый день Уж кто как считает, начиная с программы Добро пожаловать Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартиры Председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко с нами на прямой связи Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Также с нами бывший руководитель Рига Знаму Парвалдникс Айварс Гонтарев Доброе утро, здравствуйте Добрый день Да И заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии Эрвин Страуп Здравствуйте Доброе утро Ну вот пока я, а, уже вижу, что у нас звонки пошли 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 Можно звонить, задавать любые вопросы, делиться своими проблемами и жаловаться Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Это как бы в нашем, ну не наше И вот эти деревья, я уже задавала этот вопрос Они просто, ну были опасны Ну и почему-то наши решили, что раз они опасны для нас Там уже получили разрешение и все И как бы и спилили фактически эти деревья Но потом уже там жители начали возражать Почему мы должны платить за то, что фактически не наши Что, ну вроде будут переговоры, что этот собственник может что-то заплатить А получается, что мы вообще все это незаконно сделали И, а как вот эти службы, они что, не интересуются Что это наша территория, а не наша, так сказать, или их это не интересуют И какие, может, претензии вообще сейчас собственник к нам может подъявить еще Не то, что не будет платить еще какую-то штрафу или что-то взвести Спасибо Спасибо Я могу только сослаться на общий порядок Для того, чтобы сделать что-то с деревьями Не только их полностью вырубить, но и даже подрезать ветки Тот инициатор, который, во-первых, обязанность содержать зеленые насаждения Это обязанность собственника земли Это первое Второе, если кто-то хочет что-то делать по любым причинам с этими деревьями Он должен был вызвать специальную службу Это служба арбористов, они дают заключение о том, опасно, не опасно, что можно делать, чего не заделать И после этого получать разрешение Было ли это соблюдено или нет, я не знаю Если было соблюдено и на руках у тех, кто вырубил эти деревья без заключения арбористов И разрешение арбористов и разрешение арбористской думы, если это касается Риги То вполне можно предъявить регрессивный иск за приведение территории в порядок против собственника Там дальше нужно смотреть на конкретные детали Сейчас у нас еще один звонок Здравствуйте Здравствуйте Да, пожалуйста У меня такой вопрос В прошлом году министр окружающей среды умышленно парализовал работу Рига с наму Парвалдникс И в 2020 году не были произведены работы пока по ремонту Вот прошло уже два месяца этого года И также результат тот же Вопрос, будут ли возобновлены работы Рига с наму Парвалдникс пока по ремонту жилых домов Спасибо Спасибо Ну, кто возьмется? Я могу, наверное, ответить Но мы в последнее время видели, сколько запасов в последний год был Смена правлений, членов правления в РНП Насколько непрофессионально работали председатели Останавливая какого-то вида работы Постом с большим трудом Показывая, что все же они справились с этой проблемой, которую они сами создали Ну, извините, ребят, если кто-то меня слушает с теперешнего управления Но ничего хорошего я не могу сказать Ну, наверное, это как бы все, кто новый приходит Они все говорят Вот что мы сейчас До этого было все плохо Сейчас мы покажем Ну, смотрим факт Первая, это, наверное, сага, которая коснулась много домов Это сага лифтами Кто-то знает, как она закончилась? Я знаю Могу рассказать в радио Расскажите Был политический заказ приостановить все сотрудничество с тем поставщиком этих работ Были проделаны два круга после этого Тендеров по закупкам проведены Кто бы мог бы это все сделать Никто ничто не смог сделать Так как представитель завода Могилева здесь в Латвии официально один И потом просто вот очень ласково и нежно спрашивали того же С которого, ну, скажем так, прекратили работать Ну, помогите, пожалуйста И таких, и таких, насколько А зачем это нужно было делать? Полгода Рига стояла там сколько? С 30-40 лифтов Просто лифты стояли Из-за того, что кто-то неперсонально делает свою работу Да, и так на каждом шагу Мы видим там еще по нескольким громким заявлениям Сейчас мы что-то прекращаем Потом только начинают думать Что это реально для жителей будет стоить Сколько, что это реально для компании будет стоить Ну, к сожалению, к сожалению Так что, отвечая на вопрос, когда что-то будет происходить Участки работают На местах Они стараются, да, сколько, сколько они могут Да, но, к сожалению, пока в голове РНП не будет наведен порядок Там, ну, все время Так или иначе Будут хроматить работу Да, то, что Вот, новые показали Но там, как минимум, три очень грубых ошибок было Именно по отношениям к жителям Именно по отношениям к клиентам Как, что, как-то отражается на клиента Из-за этого, ну, к сожалению Ничего не было Попрошу вас сделать Немножко шумит радио Извините Вы Сделайте потише радиоприемник Да, Сергей Да, пожалуйста Говорите, только, пожалуйста, сделайте Ну, как-то потише Потому что очень шумим мы Говорите, пожалуйста Здравствуйте Я хотела спросить У меня такая проблема Соседи выбрасывают мусор из окна С балкона Мусорные пакеты Большие мусорные пакеты выбрасывают Но дело в том, что они выбрасывают их Не на улицу, а на прилегающую крышу И там уже скопилось большое количество Этих пакетов И проблема в том, что никто их не убирает Я Да, да Говорите, пожалуйста Алло Да, да Я обращалась в полицию И в дом управления Дворнику сказала У дворника тоже такой лестницы нет Вот кто-то должен с этой крыши их убрать Они воняют Это Сосоздаются этому Прямо на крышу Там к дому прилегает здание одноэтажное И крыша, она вплотную к балконам подходит И вот у нас такая проблемная жиличка есть Я не могу утверждать, что это она И дело не в расследовании А дело в том, чтобы убрать эти пакеты Кто-то может этим заняться Спасибо Владелец здания Владелец этого одноэтажного здания Больше никто Или кто-то по доброй инициативе Но Во-первых, надо прекратить, наверное, такую практику Когда кто-то бросает На этом нужно обращаться Муниципальная полиция Потому что они должны за этим следить Это незаконное Избавление от мусора Я хотел бы коснуться еще немножко того вопроса Который был по РНП В связи с ремонтом Ремонтами Дело в том, что никогда там не будет толкового ничего Потому что Сама структура РНП предполагает Что любые ремонтные работы Должны производиться через конкурс Ну что такое конкурс Допустим, одному дому нужно делать крышу Да крыши этих конструкций Штук 10-15 Как минимум И вот каким образом это все делается Непонятно Чаще всего то, что я видел и слышал Это то, что заобъявляется конкурс А потом ни одного победителя Не делает ни одного ремонта Потому что от него с одной стороны требуют Чтобы он дал ценовое предложение Как будто бы на 100 крыш А на самом деле потом реальная заявка на одну Ну совершенно разные цели Это первое И второе, что я хочу призвать жителей Собственников квартир Обратить внимание на техническое Потребовать обратить внимание На техническое состояние домов Эта зима была очень проблемная Она была с очень экстремальными температурами Были броски температур И я думаю, что достаточно много Неприятных вещей должно проявиться Если уже не начало проиграться Особенно с конструкцией здания С отопительной системой Поэтому этот сезон должен быть Очень напряженным И очень внимательно Надо отнестись к состоянию здания У нас между тем еще один звонок Здравствуйте 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 Я насчет мусора Вот я в прошлый раз вам звонил У нас Бедриба Явал Дислоцик Обслуживает Лаутус ВИДПС Они приезжают Берут там, где бесплатный мусор Картон, бумага Пофотографирует и уезжает Считает как бытовой мусор Нам Я стал разбираться Прошу, чтобы кто-то Представитель приехал Объяснил Мне они ничего не хотят Кого Поводить Они говорят Такие требования Значит Пакет от сока В нем Значит Внутри фольга Это уже не картон И не бумага Выкидывайте бытовой мусор Потом значит Это самое От яиц Картон Он вторичной переработки Это тоже не картон Не считается Я прошу прощения Я это слышал Да Я прошу прощения Что перебиваю У меня такой вопрос Кому жаловаться Как найти порядок В пакеты выкидывать Нужно отдельно Пакет Отдельно этот Никто это делать не будет Ну Издеваются над людьми Только деньги с нас Сдирают и все Извините пожалуйста Как этих уродов Привести в порядок Ну Ну подождите Сейчас Вопрос вам Можно задать Можно Скажите пожалуйста Фирма Лаутус Дала вам подробную инструкцию Как вот Бедри Как с собственником квартир О том Как Какой мусор Куда кидать Или это вы устно Получили сообщение Вам дали инструкцию Это то что я говорил Это все Все устно Мне все эти подробности Вот значит Поэтому я вам задал вопрос Если вы не получили Писменную инструкцию Берете ручку И пишите Рижскую думу Майкл и Увидис комитет О том Что фирма Лаутус Не расшифровывая Что такое Сортированный мусор Она Торпедирует идею Сортировки мусора Изложите свою позицию Напишите Рижскую думу Рижская дума Выбирала эту фирму Она ее и должна Приводить в чувство Потому что Между Рижской думой И этой фирмой Заключен основной договор Пожалуйста Обращайтесь туда Здесь на радио Вы ничего не выясните Спасибо А какой департамент Рижской думы занимается Вообще Я советую Всегда писать Так В Рижскую думу Они разберутся Какой департамент По принадлежности Если вдруг Не туда пошлете То они тогда скажут Что это не их дело Спасибо Спасибо большое 67212 93.9 67213 93.9 Можно писать На ватсап 2306191 Добрый день Здравствуйте Это радио? Да Пожалуйста Вы в эфире Скажите Вас беспокоится С улицы Залов Дом 44 У меня Два вопроса Таких Первый вопрос Это у меня Уже 5 лет Как была подана Заявка Во втором подъезде Около второго подъезда Дерево Анимировать В общем Был Специалист Женщина И она сказала Что дерево Надо срочно Анимировать Потому что Там такие Толстые Сучья Могут упасть И тут И дети И скамейка Под Вот И я говорю А что это сделать? Она говорит Я свою работу Сделала Проверила И подав заявку Куда надо Короче В общем Это было 5 лет назад Это первый вопрос Второй вопрос Уже больше года У нас Под вами Нет света Ну Были Несколько раз Приходили Я дворнику говорила Дворник говорит Вызывала Значит она Электрика Он посмотрел Ничего сделать не может Мы опять Ей говорили Она еще раз Кому-то Сказала Что Значит опять Приходил Значит Сделать не могут Две недели Примерно Может быть Полторы назад У меня Брали Ключ От подвала Значит И пришли Будем делать Свет вам Ну ладно Делайте Говорю Делайте Я им открыла Подвал Значит Все Один день Чего-то Они там делали На второй день Пришли Еще чего-то Делали И потом Опять мне Позвонили И сказали Мы все Закройте подвал Мы уезжаем Сейчас на аварию Это было Примерно Неделя назад Может быть Побольше Чуть Уезжаем на аварию И завтра Придем Значит И вам Доделаем Подключим Свет И света Как не было Так и нет И я пошла В подвал Фонариком Посмотрела Где был у нас Выключатель На стенке Значит Я так рукой Прощупала Даже этого Выключателя Нет Но я не знаю Почему они Сняли его Может быть Они хотели Что-то Но почему Нет света Больше года Мы не знаем Вот так Вопросов Еще много Но это Очень долгий Разговор По дому Первый вопрос Значит Был С чем Связан Извините Про дерево Да Про дерево Спасибо Да Второй вопрос Про свет А потом Вот сейчас В этом году Столько воды Будет Пойдет В подвал У нас Очень Я смотрю Хожу Я с собачкой Гуляю Хожу Во всех домах Сделаны Опалубка Это правильно Называется Ну Около дома Такое Делают А у нас Я тоже Я тоже Это уже Не знаю Больше Может лет Десять назад Я писала Заявление На силу Значит Чтобы сделали Эту опалубку Все Мне был ответ Значит Ну Я там Про дверь Писала Все там Они сказали Дверь можете Заказать А на все Остальное У нас Нет денег Это Тоже Вот эти Отводы От трубы Вся вода Теперь пойдет В подвал У нас Сейчас Будет Таять Снег Алло Да Да Ну вот Все что я могла Сказать Что мне на это Кто ответит Кто будет отвечать Сейчас Сейчас Никто не хочет Я попробую Я могу сказать Так Судя по тому Что мне сказали Моя первая реакция Меняйте Управляющую Компанию Ну просто Если вас 5 лет Игнорируют Ваши заявки Ну что еще Можно посоветовать То есть Вы платите Деньги Ваши Заказанные Услуги И оплаченные Кстати Услуги Не Предоставляются Ну Ну а что вы Хотите Вы хотите Найти здесь Справедливость На радио Ну не найдете Вы ее Потому что На самом деле Никто из присутствующих Сейчас в эфире Он не отвечает За то Что за оперативную Работу Служб Поэтому Разве дерево Простите Пожалуйста Разве дерево Чтобы Сучас Обрубить Разве Мы должны Жильцы Жильцы Платить за это А кто же Хозяин земли Если земля Принадлежит вам Или вы Арендуете У города Эту землю То тогда Вы должны Да Вы отвечаете За все Вообще Вы должны Давно уже Привыкнуть К тому Что на своем Земельном Участке На своем Доме За все Платите вы Здесь Вариантов Нет Можно Прекидовать На гранты Помощь И так далее Но В основе За все Платите И вы Ответственны За все Если этот Сук Упадет То окажется Что вы Будете Давать Ну Понятно Спасибо 67212 939 67213 939 Еще один Звонок Здравствуйте Доброе утро Будьте Добры Все О том же Любимом Мусоре Вывозе Мусора Скажите Пожалуйста Как Можно Узнать Какой Есть Расчет Каким Образом Производится Вот Расчет На одного Человека То есть Та сумма Которая попадает Ко мне В квитанцию Месячную Потому что Допустим В нашем Доме Порядка 4 евро С человека Это как бы Совсем Хорошая Сумма И Сколько Получает Эта Компания Которая Вывозит Еще Нас Заставляет Сортировать Пусть Сами Сортируют За такие Бешеные Деньги Спасибо Спасибо Я попробую Ответить С позволения Коллег Здесь два Вопроса Заключаются Первое Как делится Счет Мусорной Компании Мусорная Компания По количеству Подсчитывается Количество Вывозов Контейнеров Есть Установленный Городом Тариф На один Контейнер На один Кубический Метр Подсчитывается Количество Кубов Мусора Которое Вывозится В течение Месяца Потом Это Выставляется В виде счета Домоуправления Счета На конкретный Дом А дальше Деление Внутри Дома Зависит От того Во-первых Ваш дом Прошел Завершил Процесс Приватизации Или нет То есть В одном Случа Если не Завершил То это Регулируется Правилами 10-13 И тогда Там Делится На количество Зарегистрированных Персон В квартире А второй Вариант Если Дом Прошел Уже Приватизацию Завершил То есть Правила 524 Которые Дают 4 способа Пропорциональное Количество Квартир Пропорциональное Количество Задеклавированных Пропорциональное Количество Живущих Пропорциональная Площадь Вот там Собственники Квартир Выбирают Любой Из 4 Вариантов Которые Предлагают По-моему Есть еще Пятый Способ Это Пропорционально Фактически Живущих При этом Количество Фактически Живущих Определяют Сами Собственники И тогда Уже делится этот счет мусора. Счет 4 евро с человек, это не много и не мало. Это среднестатистический счет, который сегодня есть. Поэтому вывоз мусора сортированного осуществляется бесплатно для жителей, а не для фирмы. Фирма за это получает деньги. Только из других источников. Кстати, вот по поводу мусора есть еще один вопрос, который пришел к нам на WhatsApp. Куда складывать металлический мусор? Металл? Не знаю. Не скажу. Это строительный мусор, скорее всего, на сегодняшний день. Если мы говорим в реальности, тогда, конечно, положите металлический мусор возле контейнера и, поверьте, через 20 минут его там уже не будет. Если это чистый металл. Если это чистый металл. Ну, речь, я понимаю, не идет о том, чтобы вынимать скрепочки из чайного пакетика и вот считать это металлическим мусором, как это делается в каких-то уже совсем прогрессивных странах. Еще один вот вопрос, который тоже пришел к нам на WhatsApp. Почему ремонт и РНП дороже других фирм, ведь закупают материалы оптом? Вот интересуется слушательница. Потому что РНП это самоуправленческая компания, которую проверяют, контролируют, регламентируют со всех сторон. И самоуправление сама, и государство, и всякие другие контролирующие учреждения, в том числе полиция и так далее. Как реакция на это, РНП внутри создала ситуацию, когда они должны быть защищены сами себя со всех сторон. В том числе каждый из сотрудников административных и технических, он хочет быть защищен со всех сторон. Из-за этого прописываются очень большие строгие регламенты, условия и так далее для проведения работ, для закупок и всего, которые только единственные, нас, скажем так, мотивированы в том, что люди боятся. Боятся. И, скажем так, с точки зрения заказчика, если мы сравниваем частного заказчика, который понимает суть, понимает, что этот материал или еще что-то там уже проверено годами, и она работает, и он просто подходит и говорит, мне нужно вот это вот 10 мешков отдать скидку. РНП сделает большой сложный регламент, который, чтобы выполнить тоже тому поставщику не будет легко. да, и, ну, это такая традиция, когда все бьют РНП, РНП крепчает таким образом, что они просто себя защищают очень строгим регламентом, и усложняют всю процедуру, что только лишь была бы защита для своих сотрудников, и никто бы не пострадал, и никто бы не ошибился, и, не дай бог, кто-то бы потом упрекнул, почему вот от этого поставщика вы взяли что-то. Из этого даже на простые вещи, там, ну, бешеная волокита бумаг и всего остального, что все усложняет только, да, из этого все и дороже становится, потому что можно поставщику, чтобы что-то сделать, ему нужно впадать энное количество бумаг, энное количество гарантийных писем. Ну, то, что уже Сергей упомянул, да, то, что процедура закупки, она неэффективна, да, и поскольку настолько часто меняется правление, настолько часто меняются политические установки, никто же не может до конца довести, отшлифовать такую процедуру, которая, ну, гарантировала бы непрерывную, эффективную закупку, потому что каждый, кто приходит, тут все бардак, проблемы, давайте начнем все менять, да, и все рушится, и строится заново. Ну, каждое такое движение, она там, по отношению клиента, она там, наверное, на 9, 10, 12 месяцев все задерживает. Вот и все. У нас звонок, здравствуйте. Давайте немножко проще. Создавайте бедребу, и тогда вы сами будете выбирать фирму, сами контролировать деньги, и все это будет намного дешевле. Спасибо. Спасибо. Именно. Именно. Довет направлено. Именно, потому что вот недавние события тоже, когда ко мне обречаются дома, у которых очень много десятилетиями не сделанных конструктивных вещей, там крыша, подвал, перекрытие, все остальное, накоплено около 100 тысяч, ничего не делается. И мой ответ им тоже, вот именно вот такое есть. вы выбираете бедребу, вы можете оставаться под РМП, но завершите процедуру перенятия дома на себя, чтобы вы спокойно, вот как бедреба, могли принимать решение. Потому что тогда, когда дается полномочия от жильцов квартиры, то есть вы на бедребу можете поставить, что, например, бедребы до определенного объема могут делать и работы, проводить, заказывать, да, и выбирать поставщиков. И вот самый быстрый путь, если есть какое-то техническое заключение, которое гласит о том, что первоначально, что во-вторых, что во-третьих нужно делать, по этому документу нужно идти. Просто бедреба, это как уже инструмент, который будет реализовать то, что дому нужно. Да, вот это самый быстрый путь. Пока вы все будете сидеть на диванах и жаловаться только на РМП, поймите, ничего не поменяется. Вам не обязательно уходить от РМП, но создать какое-то ядро в доме, которое дальше будут решать, принимать и думать, как что реализовать для вашего дома, но это обязательно. Перезаключите какой-то дом с РМП или другим послушателям. Да, пожалуйста, сделайте радиоприемник потише, мы очень фоним, и можете говорить, задавать свой вопрос. Добрый день. Я хотел бы спросить у господина Гунтерева, он в прошлом был руководителем Рима Смарова Внукова, почему же его бытность и до сих пор улицы, на которой мы живем, по которой проходят школьники, ломают ноги взрослые и пожилые, до сих пор не сделано. Это от 96-й школы, а с остановки и вплоть дома, который здесь находится. Это первое. Второе. Господин Гунтерев, вы говорите, что вас домоуправление проверяет со всех сторон, так почему же они не выполняют те обязанности, которые им положено. То есть я им три года прошу ленту поменять в подъезде, мы рвем руки, одежду рвем, лента сорвана, и до сих пор ничего не сделано. Мне только говорят, что у нас вкладе нету, мы заявку приняли и остальное прочее. Все, это не серьезно, это еще сказано нежно. До свидания. До свидания. Я хочу сказать, что Айвер Гонтарев бывший руководитель РНП и сейчас уже там сменилось уже очень много других людей. Ну, если про 93-ю школу говорить, тогда я не расслышал вопрос улица, которая ведет вдоль 93-й школы, вы имели ввиду? Наверное, улица, да. Наверное, за улицу РНП не отвечают, все же насчет улицы ответят другие учреждения, да, в городе это раз, второе, ну, еще раз, если там были какие-то работы, которые, там, в мое время, когда я заведовал, и долго, плохо делались, у людей всегда была возможность мне написать, я всегда реагировал, и на, за мое время правления РНП поступило мне лично около 11 тысяч заявок, и они все были реализованы, да, так что, если была такая заявка, тогда я ее реализовал, я так думаю, что, ну, вот, насчет каких-то ленточек, что там было за вопрос, я просто я тоже не понял, это вопрос звучит немножко по-другому, это на, скорее всего, речь идет о порочнях лестничных клеток, то есть, у нас перила есть, и на перила была в свое время натянута пластмассовая оболочка, и вот об этих ленточках, ну, это вопрос интересный, дело в том, что, я скажу так провокационно, в России есть ленточки, которые, вот эти вот перила стоят копейки сущие, и в широком ассортименте, но мы оттуда никто централизованно не везет, везут от наших ближайших друзей с западного направления, они стоят раз в 10 дороже, так что это становится такой, ну, достаточно дорогостоящей операцией, только один вопрос, куда делись предыдущие перила, кто-то же их сорвал, а поверьте, эта работа очень тяжелая, мы снимали в плановом порядке, так два мужика с инструментом не могли снять, а кто-то из жильцов сообразил снять. Ну и, наверное, уже буквально последний звонок с вопросом, здравствуйте. Добрый день. Добрый. У меня пришло время смены водяных счетчиков, как мне быть уверенным, что вместе со счетчиками там мне вирус не принесли? Есть правила Кабинета Министров, которые сейчас говорят так, пока не будет отменено чрезвычайное положение, приостановить замену счетчиков и верификацию. Так что вы можете совершенно спокойно посмотреть. Просто я бы советовал заявиться в Домоуправление, они вам должны отказать, но поставить в очередь. Вот и все. Спасибо. Спасибо большое. Да, ну и, наверное, конечно, очень часто бывают претензии у людей, которые просто не понимают сферу границы ответственности между самоуправлением и Домоуправлением, то есть, ну, то, что была претензия по поводу улицы, я понимаю, что это была претензия не по адресу. Ну, видите, я извиняюсь, Олег, я просто два слова скажу. Могла быть и по адресу, но если этот участок дороги лежит на принадлежащей дому земле, то тогда обязанность собственников привести дорогу в порядок. Я еще раз призываю собственников как-то понимать, что основная ответственность лежит на них. Все остальные это обслуживающая компания, а на них ответственности нет. Мы, то, что на мы все время указываем, что это самый быстрый вариант, что не жаловаться, уже понимая, что раз, пожаловал за два, три, так, по несколько лет, несколько десятилетий лет, да, если ничего не меняется, тогда, наверное, может быть, нужно прекращать этим методом пытаться что-то получить. То, что можно, это создать бедреболи и просто своей средой выдвинуть полномоченных лиц, которые уже плотно будут заниматься важным вопросом дома, или они будут заключать трех сторон или они найдут все же общий язык с проходителем участка, там, где находится РМП, и как-то работы сдвинутся с места, или же они на других условиях будут дальше обслуживать и восстанавливать свой дом. Но сама инициатива и сама эта структура, она должна исходить из дома, то, которое будут давать кому-то задание, или будет РМП, или частная компания, это уже вторично, но должны вы найти свои среды тех активистов, которым не все равно будущее дома, и которые согласны какую-то часть своего времени все же уделять для того, чтобы получать дом, где они живут. Ну, еще один аргумент в пользу Бедри, я скажу так, я уже неоднократно слышал и от Айвара, и сам слышал в переговорах, люди приходят из домов РМП, говорят, у нас накопление там 70, 80, 100 тысяч, 50 тысяч. Ребята, вы поймите правильно, если грохнется какой-нибудь банк, где держит деньги РМП, то эти деньги ваши грохнутся вместе с этим банком. Есть такая уже, уже подтвержденная практика, поэтому все-таки думайте о том, чтобы создавать бедрибы и открывать свои счета, и хранить вот эти накопления у себя на счету, что по крайней мере, в случае того, что если что-то произойдет с банком, то вы спасете хотя бы эти деньги, потому что это серьезный сегодня вопрос, и еще относительно полномоченных персон, как раз таки последние изменения в законе, о которых вы говорили в прошлый раз, они дают возможность вам упрощать процедуру назначения или выдвижения полномочий, наложения полномочий, передачи полномочий. Не надо больше двух третий, 51 процент. И это намного облегчает процесс управления домом. Так что пользуйтесь моментом и все-таки думайте о том, что нет плохих или хороших домов управления, есть собственники, которые правильно организуют процесс и собственники, которые надеются, что им кто-то сделает хорошо. Но, к сожалению, в моей практике жизненной редкий случай, когда кто-то кому-то делал хорошо, вот просто так. Мне кажется... Да, Сергей, очень метко, вот особенно про банковские счета. Действительно, мы про это не задумываемся. Время от времени какой-то бант лопается, вот последний ПНБ, и как оказалось в той ситуации, что государство просто отказалось признать накопление жителей, что это деньги жителей, тогда единственный вариант, вот как правильно Сергей указывает, это просто создать бедребу и по решению жильцов пересчитать деньги на этот счет в таком случае до 100 тысяч эти деньги будут в полном сохранности. Абсолютно да. Или другая выступать с инициативой, кому-то начать выступать с инициативой, чтобы накопление жителей на капитальный ремонт хранились в государственной кассе. Это, кстати, очень хорошее решение. Это, на самом деле, нормальное решение. Я когда один раз заходил, например, на уровне операторов, он говорит, не положено. Ну, что значит не положено. Но это деньги, которые, ну, они не традиционные деньги, они не обычные деньги, они сродни деньгам самоуправления, которые могут хранить свои деньги в государственной кассе, потому что это общие деньги. Здесь тоже, здесь они людские деньги, которые в любом случае пока существуют в государстве, должны быть гарантированы их сохранностью. Сергей, это очень похоже, как пенсионный накопительный фонд. Банк может лопнуть, но в то же время фонд выплачивается гарантированно следующему, который обслуживает этот фонд. Это очень похоже. Это может быть выступить с инициативой. Ну да, я думаю, что мы наверняка продолжим в следующий раз, может быть, обсуждать и эту тему, потому что у нас, к сожалению, сейчас вот время завершилась программа Сергей Сидорко, Айвр Гонтарев и Эрвин Страупа сегодня были с нами в программе Добро пожаловаться. Спасибо большое всем, кто звонил, задавал вопросы. До следующего понедельника. До свидания. Всего доброго. День в день, час в час, минута в минуту, радио. Полтком. Добро пожаловаться. Я хотела спросить... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...